Иногда такое бывает, что лучше и грамотнее посмотреть, а позже заехать и купить. Тем более мы вам показываем одного из лидеров, магазин «Веломир» на проспекте Ленина 121. Самое забавное, я вам сейчас расскажу, что самое забавное. Самое забавное приключилось в понедельник. Да, для тех, кто не понимает, я вам расскажу, что я очень люблю заниматься машинами, ими занимаюсь естественно. Так вот, у меня проблемки с задними колодками, они просто развалились. Задние колодки, вот, кстати, о задних колодках. Везде и всюду есть машины с задними колодками дисковыми. Ну, то есть там диск вращается, не барабан и тормоза раздавливают, а просто диск и колодочки придавливают. Как правило, задние колодки, они закрываются очень интересным способом. Чтобы их обратно-то вернуть, вам необходимо их провернуть и довернуть до обратного крепления. О, вопрос, вах, какой интересный. То есть, ну, я посмотрел, ладно, хоть одна развернулась, я посмотрю, как это делать по сути событий. И потом уже я очень-очень долго использую, называется газовый ключ, знаете, такой ключ, разгибается и так, и потихонечку его собирал. Кто бы мне, ну, кто бы мне сказал, я бы приехал сюда, в Веломир, на проспект Ленина 121 или другое место, здесь на Карла Маркса, тоже недалеко здесь находится. Вот такая штучка вставляется в обыкновенную примочку. Ну, вот это, получается, вставляется в обыкновенный торцевой ключ. А он у меня есть, естественно. И уже не спеша вы, благодаря вот этим зацепам, вот они, самые замечательные зацепы, объясните. Вот всем говорю, господа мои, автомобилисты, вы уж сюда приедете, да, вот, вот это то, что доктор прописал. И задние колодки у вас будут включаться легко, так хоп-хоп-хоп провернули. О, вот это тема в Веломире. Как меня достали товароведы от ТВ. Ну да ладно, по сути, здесь легко можно собрать из запчастей весь велосипед. Да, 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 и таких велосипедов вы соберете много. Хотя велосипед, как и машина, также ремонтируется. А чтобы без проблем отремонтировать, вот вам наша карта. Веломир, Ленина 121. Вот, вот я про то и говорю, да? Вот я про то и говорю. Вообще, господа, у кого есть руки, вы должны понять, да, что инструменты это не обязательно там, где есть инструменты для всего, что угодно. Вы просто в Веломир сюда зайдите, посмотрите. И 100%, я говорю, 100%, вы уйдете туда с тем, что вы раньше не думали. Я уже кое-чего вам показал. Теперь мы говорим о велосипедах. Чем мне велосипеды нравятся? Ну, во-первых, с велосипедами может разбираться и тот, кому по времени еще 8 лет. Я в свое время в 7 лет разбирался. Была интересная штука. Ну, да ладно. То есть, у мамы на даче там полы были такие, из дерева сделанные. Ну, с маленькими такими дырточками, да? А полы были, дырточки были. Все это, правда, было на веранде, да? То есть, представляете, вот разобрал подшипник колесный. И маленькие эти штуки туда в эти дырочки, хлоп, и утекли. Вот это было клево. Сегодня и сейчас, даже если у вас есть эти дырочки, и даже если у вас подшипники утекли, вы ничего не говорите. Приезжайте в Веломир и возьмете себе эти самые маленькие подшипники. Здесь они тоже есть, естественно, никаких проблем нет. Другой вариант, да? Сейчас я расскажу. Как мне нравился Харковский велозавод, да? Мы на харьковских велосипедах ездили. И однажды, однажды мы ездили достаточно далеко. Вот, решили проехаться, было-то время, еще то, на соленое озеро. Решили прокатиться. 12 километров, что-то туда-сюда смотаться, а не получилось. У одного человека педаль развалилась, просто педаль развалилась. Ну, просто взяла и развалилась так вот, хрыст, и все. Харьковский велозавод был. Вес тогда был не такой уже большой, всего лишь там, ну, 55 килограмм, даже меньше на нее дырочке, но она развалилась. Мы, конечно, смеялись и обратно каким-то образом доехали. У меня также развалилась педаль сцепления, в смысле, педаль вот эта, переводная. К слову о том, что если вам что-то нужно будет, во-во-во-во-во-во, это, пожалуйста, основная ось, которая крутит. А сейчас дальше, во-во-во, это уже, которая приводная ось, которая крутит колесо уже. Понятно? То есть, в принципе, разобравшись и собравшись, можно из вот такого сделать и вот такой, и, в принципе, на таком велосипеде вы еще много чего делаете. Вопрос интересный и другой. То есть, как правило, стандартные велосипеды имеют немножко другой роль, прямой. Я не сильно люблю такой прямой роль, потому что мне хочется и так, и вот так, и вот так. Ну, понимаете, да, я здесь вообще, вот просто зашел, просто зашел, просто увидел, вот. Легко и просто разбираете, вставляете новое, и у вас получается настоящий качественный роль. Причем по весу, слушай, так он не больше, там, 50 грамм, вот эта вся штука, не более 50 грамм, 50 грамм. Хорошо сделано, просто хорошо. И на все остальное вперед из песни. Мне говорят, что педали пластиковые лопаются. Ну, во-первых, надо еще постараться эти пластиковые педали разломать, да. Во-вторых, если педали поломались, возьмите себе железные педали. И тогда будет все абсолютно нормально и ровно. Во как. Итак, господа, я даже много чего не знаю, что здесь находится. И по сути событий, да, да, все бы это дело перевести в тот самый момент, когда мы на велосипедах катались. Я бы сказал, вот велосипеды, то, что доктор прописал. К сожалению, не могу вам это дело показать, но есть другая тема, весьма интересная, да. Вот, вот это, это вот красотища такая, да. Но эта красотища такая, она для работы предназначена. По одной простой причине. Вы же помните, что есть такие штуки, очень хорошо на велосипедах прыгают и крутят. Там, по сути событий, не надо разогнаться. Надо просто прыгнуть так, чтобы потом еще и прокрутиться и приземлиться. Итак, 100 килограмм разогнулось, прокрутилось, приземлилось. И что случилось? И случилось, ну, как бы вам сказать, называется, спицы порвались? Да, да, да. Ну, и не будем говорить про 100 килограмм, хотя есть люди, которые по 100 килограмм прыгают. Вот, вот такие штучки себе поставьте на BMX и катайтесь, и показывайте, что и в определенном возрасте, с определенным телом вы можете показывать вот такой качественный результат. И когда мне говорят, что здесь вы не сможете велосипеды купить, ну, во-первых, это бред. За моей спиной различные велосипеды, вы их можете здесь купить. Но есть и такие вещи, которых я, по сути, событий нигде не видел. То есть, оказывается, на самокате можно так же ездить, как и на самокате. Самокат ездит, знаете, где? По снегу. Вы не знаете? А, да, да, в действительности. Вы же забыли о действительности. В каком месте мы живем, да? В каком месте мы живем? В том самом месте, где у нас иногда снег выпадает. Вах! Вот, к слову, и для этого вы можете себе купить самокат, который будет у вас еще с ноу-скутером. То бишь, поменяли все это дело легко и быстро. К слову, так же все делается на подшипниках. Даже если это снегокат, там тоже подшипники стоят. То есть, вы там не будете ничего там колбаситься, все будет абсолютно нормально, ровно. И, пожалуйста, катайтесь. Чем это не радость для ваших детей? Конечно, это радость для наших детей. Другой вариант. Есть очень хороший, блин, в очередной раз я этой рукой не так уж много могу и поднять. Хотя могу бы поднять много, да, там. Килограмм 50-60, может быть и 70 двумя руками иногда получается. В данном случае, этот вот не сильно другое удовольствие под названием самокат для кого? Для взрослых, естественно. Пожалуйста, катайтесь. И даже если у вас вес больше 100 килограмм, почему нет? Я же тоже с сыном катаюсь, да? В смысле, я не катаюсь, а то он катается, я бегу за ним. Потому что он в самокате быстрее меня уезжает. Кто бы знал, я бы себе такую же штуку и купил. И вот тогда было бы красиво. Он на себе, а я на своем. И рысачем, и красиво, и доезжаю. Куда нужно? Кто бы мне об этом сказал? А теперь я вам об этом говорю. И теперь вы должны понимать, куда необходимо приехать. В магазин Веломер. Тут вы возьмете себе не только всякие примочки. Кстати, красивые примочки. К слову о том, что... Я даже не буду ничего говорить. К слову о том, что просто придите и посмотрите. И 100%, даже 100% и единичка. Вы отсюда без покупки не выйдете железобетонно. Много, а то интересно. Тем более, мы знаем, и люди видят, и приходят. Потому что люди понимают, великов много. Вот с обслуживанием проблемы, а здесь нет. Ой, господа, не так давно это было. Но мне сказали, мне стало очень сильно приятно. Мне сказали так, Алексей, а где твой папа? Ну, они, наверное, вспомнили саму ситуацию, что программе «Автостоп» уже, грубо говоря, 19-й год, как в эфире, доходит. А меня-то, естественно, порадовало. Что, оказывается, я похож на своего папу. Хотя, по сути событий, я эту программу и начинал. Но и тогда, и сегодня, и сейчас, с кем мы постоянно работали? С веломиром. По одной простой причине. Велосипеды – это идеал. И для меня, и для вас. Давайте все-таки определимся летом. Что вам сложного, допустим, доехать до сада? Да никаких проблем нет. И пробок не возникает вообще, потому что вы ездите и правильно ездите. К слову о том, что на велосипеде можно кататься, но лучший вариант – все-таки надеть шлем на голову. Потому что, ну, разные штуки случаются, да? Так вот, шлемы есть разные. Есть вот такие детские, есть еще повеселее детские, естественно, есть крутые. Вот к слову о том, что BMX – это вот про то, что я вам сказал, да? Находится, которые за моей спиной. Вот эти вот замечательные штуки. Ребята, я все прекрасно понимаю. Но давайте все-таки на голову чем-то надевать. Потому что, не дай бог, бывает же такое – ударились. И можно и бошку сломать. Так, к слову о том, где и о чем я беседую, и для чего все это дело предназначено. Но то! Часто ли у вас бывало, что куда-нибудь вы закатились, а потом ваше колесо стало немножко вот так вот колбаситься и вращаться? У меня часто, поверьте мне. Да-да-да-да-да, что я делал раньше? Я пытался все это дело, ну, используя спицы, натянуть. Там отпускаешь, тут подтягиваешь. Ну, более-менее можно было это дело выскочить. А сегодня и сейчас, в принципе, если у вас проблем-то не возникает, то есть, ну, подмяли немножко, бывает такое, да? Закатились, хлопнулись конкретно, и ваше колесо перестало быть круглым, а стало не только квадратненьким. Ну, не квадратненьким, а эллипсоидным, мягко так скажем. Едете, так прыгал, хоп-хоп-хоп. Не надо этого делать, приезжайте, покупайте колеса. Причем колеса можно поставить разные, никаких проблем. Даже на тот же самый мой любимый Харьковский велосипедный завод вы можете поставить нормальное колесо. Оно абсолютно ровно подойдет и будет так же спокойненько тормозиться. Вот они. Специальные подушечки есть для тормозов, естественно, для ручных. Если у вас дисковые тормоза, то никаких проблем. Все, все, все здесь есть в веломере. Другой вопрос, да? Другой вопрос. Тема-то интересная, да? То есть мы когда-то соревновались, ну, проходите, проходите, ничего сложного нету, да? Она просто снизу стоит, так и бывает. Вот. И я, я на своем Харьковском велосипеде, у меня турист был, я очень хорошо дернул спорт, какая-то штука была, типа про спорт. Вот. Я просто разогнался и хорошо, потому что у меня было все красиво. То есть передняя большая, задняя маленькая, и вот это было клево. Но та штука, на чем она ездила? То есть на той штуке ездили, как правило, ну, на камерах они ездили. Просто камера вставлялась и все. И вы думаете, что ничего не получается? Да никаких проблем. Любые вещи для любого мероприятия, в том числе, если вы куда-то серьезно хотите залезть, ну, там, чтобы покруче и поинтереснее, да? Вот, пожалуйста, ставьте и ездите спокойно. Еще раз вам говорю. Конечно, сезон велосипедов хорош, но не всегда. Ну, а для лучшего сезона велосипедов и вообще, если вы придете сюда, в магазин «Веломир», на проспект Ленина, 121, вы поймете, это то, что доктор прописал. К слову о цене. В эту цену аренда не вбита. И ценники меня крайне радуют, как и многих других. Дело в том, что у меня сломался задний переключатель. И тут довольно-таки хорошие цены. Так что, вот, мой путь зашел именно сюда. Также у меня порвались троса. Здесь большой ассортимент, поэтому я здесь. Ну, я так понимаю, вы тоже хотели бы на велосипеде прокатиться, да? Да, я подгораю детское велокресло. Велокресло, да? На свой велосипед? Да. То есть, нормальный такой, большой мальчик. Почти как я, да? Может ездить на велосипеде? Может. И вот вам правило. Видите магазин «Веломир» и не проходите мимо. При качественном обслуживании велосипед может быть вашим долгие годы. Можно его и с собой убрать. Теперь о качестве сервиса. Своими руками и благодаря «Веломиру» у вас проблем не будет. А с ценой мы как-то уже определились.